В этом плане фигурирует помимо Широкина, Горловка и район Донецкого аэропорта, где сегодня также возобновилась стрельба, бои вспыхнули в окрестностях Донецка и поселка Песке. Ответственные за обострение ситуации, нарушение перемирия наблюдатели БСЕ возлагают на украинских силовиков. Тем временем из уст официальных лиц в Киеве звучат заявления, смысл которых расходится с минскими договоренностями. Андрей Кузнецов подробнее. Диалога не будет. Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев не намерен садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, прозвучало в эфире украинского телевидения. Мы не можем вести прямого диалога с теми, кто сейчас себя называет представителями Донецка и Луганска. Мы должны способствовать организации реальных выборов, согласно украинским законам. Это заявление Климкин сделал спустя сутки после завершения переговоров нормандской четверки в Берлине, где министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины подтвердили необходимость строго соблюдать минские договоренности. Достная власть Украины через своего министра иностранных дел дозавуирует документы, которые были совсем недавно подписаны в Минске, так называемый Минск-2. И причем они даже не стесняются об этом заявлять в прямых эфирах. Климкин делает тут же оговорку и говорит, что для нас важнее проведение выборов на территории ДНР и ЛНР по украинским законодательству и под полным контролем Киева. Сама по себе возможность проведения выборов указана в тексте минских договоренностей. Но в документе, который 12 февраля подписали представители Украины и самопровозглашенных республик, четко сказано, вопросы, касающиеся местных выборов, должны обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецка и Луганских областей. А украинские власти, по-видимому, в таком диалоге не заинтересованы. Данные заявления министра иностранных дел Климкина полностью противоречат комплексу мер, подписанного в Минске Кучмой и одобренным Порошенко. Конкретно противоречат пункту 4 и 12, где четко регламентировано, что все, что касается выборов, должно быть согласовано с представителями Донецка и Луганска. И должно это произойти, естественно, до самих выборов, до самого процесса. То есть данные заявления Климкина говорят о его некомпетентности или свидетельствуют о том, что он не читал даже документов. Донбасс тем временем уже несколько месяцев живет в условиях не только вооруженного конфликта, но и экономической блокады. Киев не выплачивает пенсии и социальных пособий. Между тем, о налаживании социально-экономического сотрудничества между украинскими властями и самопровозглашенными республиками стороны также договаривались в Минске. В частности, об этом говорится в восьмом пункте соглашения. Для возобновления выплаты с пенсионного и других социальных фондов Украины нет никаких технических препятствий, о чем неоднократно заявляли представители ДНР и ЛНР. Большой вопрос, что будет происходить дальше. Первое, сможет ли Европа все-таки так сильно напряться, надуться и дорасти до какой-то политической позиции, чтобы иметь силы и возможность оказывать давление на Киев и противостоять хоть немножко Вашингтону. Большие, большие сомнения. И если Европа с этим не справится, то я думаю, что Киев перейдет к эскалации все-таки конфликта. На фоне странной политической игры, которую ведет Киев, ситуация в зоне конфликта снова обострилась. Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что за последние три дня в Донбассе произошел резкий рост числа перестрелок. При этом, если раньше представители украинского командования утверждали, что обстрелы ведут неподконтрольные им подразделения, то теперь заявляют, что никаких добровольческих батальонов в Донбассе нет. Впрочем, эти слова опровергает, например, видео, которое разместили на своем сайте представителей националистического батальона «Азов». На этих кадрах обстрел села Широкино, как раз накануне там побывали представители ОБСЕ. Вот видишь, бегают. Ты можешь туда еще раз? Сейчас надо простреляться. Еще 10 метров! Давай еще одну и 10 метров пробее! Есть! Наблюдатели пришли к выводу, что столкновение в поселке происходит по вине силовиков, которые не прекращают обстрелы позиции ополчения. При этом украинская армия и добровольческие батальоны нередко атакуют позиции друг друга, но обвиняют потом третью сторону – ополчение. Они начинают стрелять друг в друга. Вот очередной такой был опять район отмечен – это Пески. Украинская сторона тем самым хочет преподнести факты обстрела позиций, на которой находятся неподконтрольные, как они выражались, подразделения, что или мы к этому причастны, или у них таких вообще нет. Украинская Миноборона и не делает секреты из своих натянутых отношений с добровольческими батальонами. Военные даже заявляли, что те якобы не дают им выполнять минские соглашения. Впрочем, вряд ли только внутренние противоречия мешают силовикам соблюдать первый и, пожалуй, главный пункт договоренностей о прекращении огня. Андрей Кузнецов, Негина Искандарова, Наталья Литовка, Первый канал.